Новая волна и новый штамм, высокая заразность омикрона способствовала резкому росту заболевших ковидом. Большая часть больных по-прежнему в Барнауле. За последнюю неделю суточная заболеваемость выросла в три раза. Однако темпы распространения ковида будут только расти. Основная нагрузка сегодня легла на плечи медицинских организаций города Барнаула. Действительно, эпид-обстановка несколько разнится и пока в районах края мы не видим серьезного прироста. Конец недели, вот сегодняшний день, обстановка начинает также обостряться в Бийске и в Рубцовске. Увеличивается количество организаций, которые принимают решение переходить на удаленный формат. От 11 школ края на дистант перешли полностью. 409 работают в смешанном режиме. В детских садах обстановка чуть лучше. На карантин переведено 4% детей. Столько же процентов студентов перешли на дистант. На такой же режим работы переходит и правительство края. Надо постараться, так сказать, за счет перераспределения нагрузки между работниками, за счет приоритизации вопросов, сконцентрироваться, наверное, если сил остается не так много, на самых главных жизнеобеспечивающих, какие-то фундаментальных, принципиальных моментах. Заседания будут проводить в онлайн-формате. Также глава региона отметил, что важно по возможности сократить и количество командировок. София Яценко, День с толком.